Неизвестная история наших предков. Николас Уэйт. Глава первая. Генезис и генетика. Много раз высказывалось с уверенностью мнения, что происхождение человека никогда не будет узнано. Невежеству удается внушить доверие чаще, чем знанию, и обыкновенно не те, которые знают много, а те, которые знают мало, всего увереннее заявляют, что та или другая задача никогда не будет решена наукой. Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отбор. Двигаясь вспять по ленте времен, мы видим, что в первый век-два истории человечества в свидетельствах его существования недостатка нет. Но затем все резко меняется. На рубеже пяти тысяч лет исчезают письменные памятники, уступая место бессловесным артефактам, вырытым из земли. В следующие десять тысяч лет мы их встречаем все реже, и через сто пятьдесят веков, в момент возникновения первых человеческих поселений, артефакты практически исчезают. До этого момента люди вели кочевую жизнь, кормились охотой и собирательством. Ничего не строили и не оставили по себе почти никаких долговечных творений, кроме нескольких каменных орудий и удивительных наскальных росписей в пещерах Европы. Отмотав назад еще тридцать пять тысяч лет, мы достигнем момента, когда предки человека еще не покинули пределов своей родины на северо-востоке Африки, но уже демонстрировали первые признаки современного поведения. Если считать, что оттуда и начинается история современного человека, то получается, что письменные источники освещают лишь последние десять процентов ее протяженности, остальная история как будто растворилась во тьме. Пойдем дальше вглубь, времен к первым дням существования нашего биологического вида, на пять миллионов лет назад, когда первые обезьяноподобные существа, далекие предки человечества, отделились от вида, также давшего начало шимпанзе. Единственный материальный след той эпохи, в которую совершилась эволюция от обезьяны к человеку, несколько каменных орудий. Казалось бы, узнать это время сколько-нибудь глубже не удастся. Пять миллионов лет человеческой эволюции и пятьдесят тысяч лет до исторической эпохи скрыты во тьме. Однако в последние годы ученым открылся абсолютно новый архив данных. Это хроника, записанная в ДНК человеческого генома, в ее разных версиях, разбросанных по планете. Генетика давно помогает в изучении прошлого, но особенно успешно, с 2003 года, когда ученые закончили определение последовательности ДНК в человеческом геноме. Но каким образом геном так много сообщает нам о прошлом? Как хранилище наследственной информации, пребывающей в постоянном изменении, геном подобен документу, который без конца переписывают. Но геном, изменяясь, сохраняет сведения обо всех черновиках, которые содержат в себе хронику миллионов лет. Таким образом, геном может многое рассказать нам о разных временных пластах. В нем есть свидетельства, уходящие более чем на 50 тысяч лет назад к генетическому Адаму, человеку, чья Y-хромосома есть у каждого мужчины, живущего сегодня на Земле. В то же время геном способен дать ключ к загадкам всего лишь двухвековой давности. Например, ответить на вопрос, были ли у Томаса Джефферсона незаконные дети от любовницы рабыни Салли Хеммингс. Геном помогает ученым увидеть новую, куда более отчетливую картину человеческой эволюции, природы и истории. Из кромешной тьмы выплывает ошеломляюще подробная картина. Новое прочтение человеческой истории опирается на основание, заложенное палеоантропологией, археологией, антропологией и многими другими науками. Новым оно считается потому, что все эти традиционные области знания сегодня используют генетическую информацию и генетика постепенно собирает их воедино. В этой книге описывается ряд аспектов человеческой эволюции, природы и древнейшей истории, высветившихся благодаря открытиям в генетике последних лет. Читателей, далеких от этой области знания, вероятно, удивит, сколько разнообразной информации содержит в себе новый исторический подход. Видеозаписи, на которые обезьяна постепенно превращается в человека, не существует, однако этот процесс можно реконструировать в виде последовательности знаковых событий. Нет карт, показывающих миграцию первых людей с их прародины, но ученые могут составить маршрут, которым наши предки вышли из Африки и их дальнейшее движение по планете. Можно проследить даже зарождение каких-то общественных институтов, возникших у людей на переходе от кочевого образа жизни, основанного на охоте и собирательстве, к современным сложным социальным системам. Информация из генома позволила палеантропологам установить, когда человек лишился густого волосяного покрова на теле и когда обрел дар речи. Геном помог разрешить давнюю археологическую загадку сосуществования неандертальца и современного человека. Жили ли они в мире и скрещивались или враждовали до полного уничтожения слабейшего. Генетика открыла антропологам данные о возникновении различных культурных практик, например, стадного выпаса или каннибализма. И даже сравнительно историческое языкознание обогатилось, хотя и косвенно, благодаря информации, которую дает нам ДНК. История языка сегодня реконструируется с применением методик построения родословного древа, разработанных биологами для картографирования генов. В вопросе о популяции первобытных людей, существовавшей 50 тысяч лет назад и давшей начало всем народам, ныне населяющим Землю, методы палеоантропологии и археологии бессильны что-то открыть о наших предках, исчезнувших без следа. А вот генетики, исследуя человеческий геном, открывают самые удивительные факты. Они могут оценить численность этой группы первых людей. Могут сказать, где именно в Африке они, вероятнее всего, обитали. Могут назвать дату, хотя и весьма приблизительную, возникновение человеческого языка. И даже рано или поздно смогут восстановить звучание про языка. Первая рукотворная одежда. Немного найдется примеров, более наглядно показывающих способность генетики проникать в самые удивительные закоулки человеческого прошлого, чем недавнее открытие исторического периода, когда появилась первая шитая одежда. Первобытные люди, вероятно, одевались в шкуры животных миллионы лет, покрываясь ими как плащом, но рукотворная одежда – сравнительно недавнее изобретение. Археологи не могут установить, когда она возникла, поскольку и ткани, и костяные иглы, которыми она шивалась, весьма недолговечны. Осенью 1999 года. В Лейпциге сын антрополога Марка Стоункинга принес из школы записку, где сообщалось, что в классе один из учеников заразился в ШАМе. Стоункинг, американский ученый, работавший в Институте эволюционной антропологии общества Макса Планка, прочел записку со всем вниманием встревоженного родителя. Однако, как генетик, давно интересующийся происхождением человека, он обратил внимание на то место в тексте, где говорилось, что вошь не может жить без тепла человеческого тела дольше 24 часов. «Я подумал, если это так, то вши должны были распространяться по миру с человеческой миграцией», говорит Стоункинг. Он решил, что если сумеет это доказать, то найдет способ независимо подтвердить данные о миграционных маршрутах, извлеченные из человеческой ДНК. Однако, после нескольких часов работы в библиотеке, он понял, что вши могут хранить в своей ДНК кое-что поинтереснее, время, когда появились первые шитые одежды. Он выяснил, что биологи, изучающие вшей, давно рассуждают о том, что эволюция этих нежеланных спутников человека может прояснить историю появления шитой одежды. Человеку повезло быть хозяином не одного, а трех разных видов вшей – головной, плотяной и лобковой. Лобковая вошь – это отдельный биологический вид со своей историей, а вот головная и плотяная друг на друга похожи, правда, плотяная крупнее, и у нее несколько иная форма коготков. В отличие от головной вши, которая цепляется за стержень волоса, плотяная предпочитает селиться в одежде. Она эволюционировала из головной вши, и дата этого события, если ее установить, и должна показать, когда люди начали носить одежду, скроенную по фигуре. Составителей книги «Бытия» тема человеческой ноготы волновала настолько, что они включили в текст не одну, а две версии того, как люди начали прикрывать некоторые части тела одеждой. Первая гласит, что Адам и Ева шили себе набедренные повязки из фиговых листьев, осознав, что они нагие. Согласно второй версии, сам создатель создал для заблудшей пары, изгоняя ее из Эдема кожаные одежды.